Всем привет! Наконец-то мы разобрались с этой стеной, которая, ну сколько, три года она у нас служила, да? Помните эффект водопада снимали? Вот мы все-таки от нее избавились и нанесли гладкую поверхность, просто покрыли лаком ее глянцевым. Мне кажется, это зачетная стена получилась. В последующем, наверное, покроем двухкомпонентным, ну как-нибудь поживем вот с этим лаком, потом двухкомпонентным, наверное, покроем все-таки. А так, ну смотрите, кому-то пригодится, может быть, у нас вы можете заказать декоративную штукатурку и сопутствующие к ней инструменты, может быть, грунтовки и так далее. Помочь с выбором, с расчетом, можете к нам обращаться, мы будем рады. Смотрите поэтапность, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Вот эта стеночка, помните, видео снимали? Водопад, что ли, как-то мы его так назвали. Вот такая она страшненькая. Ее переделываем. Наносим кварцевый грунт колерованный. Наносить роман будет, я уж туда не полезу. Кварц-грунт надо показать. Вот такой кварц-грунт. Праймер или кварц? Ну, кварц-грунт мы нанесем с помощью валика, так же, как обычно во всех роликах мы наносим, во всех видео. В чем особенность? Мы не будем демонтировать вот это, отшкрябывать что-то там не будем. Мы сами это наносили, это очень крепко и прочно держится. Здесь тоненький слой, мы сами все там шпаклевали, проклеивали, все максимально крепко. И, ну, даже образно говоря, вот эти песочки, они будут в какой-то степени нам еще и служить, типа первого слоя кварца, да? Ну, верх-то все равно надо. Телескопичку-то можно, но верх-то все равно надо отводить кистью или валиком. Да, тут можно отвести. Кстати, верхушечку проклеили скотчем, угол тоже проклеили здесь, вот, скотчем, чтобы не запачкать. Да все равно немножко дозапачкаем. Ну, что запачкаем, то протрем потом в последующем. Постарались, насколько могли, закрыть углы. Напоминать надо, нет, для чего нам кварцевый грунт. Кварц-грунт выравнивает поверхность стены. Обратите внимание, что она из черной и какой-то там пятнистой превращается в однородного цвета. И он нам придает еще шероховатость, удобную для нанесения фактурных штукатурок. Сцепка легче происходит. По гладкой поверхности проскальзывает материал. По шероховатой поверхности он ложится лучше. Вот для чего кварц-грунт. Ну, валик, понятно, можно взять побольше размером. Ну, у нас есть вот такой, мы уж новый не стали открывать. У нас небольшая стенка. Очень, образно говоря, даже не образно, а прямо конкретно говоря, большой валик, это в три раза быстрее работа будет выполнена. Маленьким валиком дольше. Ну, мы уж эту стенку покроем. На объекте, конечно, нет смысла. И в квартире у себя тоже мини-валиком покрывать. Надо обычный валик 180-200-220. То есть пошире. Заканчиваем нанесение кварц-грунта. Смотрите, как светло встает красиво, да, особенно рядом с черной шторой. И оставим сохнуть. Я думаю, что часов на шесть оставим сохнуть, потому что влажно на улице пока. У нас тоже в Ижевске-то то жарко под 40, то дожди льют. Наверное, везде сейчас так. В общем, влажно, поэтому дольше сохнет. Штукатурка колерованная. Будем ее наносить сейчас вот на эту стену. Как вариант, ну, для любых, в принципе, помещений, но и для ванной комнаты в том числе. Для ванной комнаты в том числе бесшовное покрытие. Ну, мне кажется, оно должно красиво получиться. По крайней мере, я вижу его уже. Наносим слой штукатурки. Достаточно плотненький такой, пару миллиметров, мне кажется. Плотненький такой слойчик. Это как раз именно тот случай, когда нужно чуть погуще наносить. Слой погуще. Потолще. Для того, чтобы в дальнейшем рисунок был более видный. Ну, то есть, четче виден был, чтобы. Наносим достаточно большой участок стены. Это если у вас большая площадь. А если у вас площадь маленькая, ну, это, например, ванная комната, одна стена, то можно просто ее нанести. Вот этот слой можно нанести полностью на небольшую стену. Обновляем стену. Видели, да, какая она у нас страшная была. Страшнущая была. А сейчас она будет симпатичная. Ну, и вторую половину стены наносим. Сбрызгиваем немного уже нанесенный участок во избежание его подсыхания. Все-таки у нас здесь 10 квадратных метров стена. Три на три. Девять квадратов у нас. То есть, большая достаточно стена. И сколько мы, 10 минут наносим ее? И чтобы не подсохло, вот сбрызнули немного водичкой. Увлажнили. Я бы даже сказала, что вот видите, то есть она нисколько-нисколько не высохла еще. Но все-таки мы увлажнили. Этот способ нанесения, ну, по сути, он подходит для тех, у кого нет опыта совершенно, но есть терпение и желание. То есть, нанести штукатурку декоративную, это возможно. Есть способы для неумеющих и незнающих. Но желание нужно иметь обязательно. И терпение, потому что не все так легко, как может казаться в видео. Где-то бывают трудности, да, там еще что. Мы сейчас наносим слой однородный во всю стену. И не отходя, не давая высохнуть, будем продолжать наносить рисунок еще. Так, в процессе могу сказать, что мы потратили 16 килограмм травертина. На 16, заканчиваем. На достаточно плотный слой, как я изначально и сказала. Стена у нас 9 квадратов и мы нанесли 16 килограмм. Вот у нас еще остатки. Как раз вот сюда, на этот уголочек. И зарасходуем их. Так, нанесли. Еще раз сбрызгиваем водой, увлажняем. Пленочку будем использовать. Мы очень полюбили этот способ. Плотненькая пленка. Сколько микрон? 200? Она, видите, такая плотненькая. Тоненькую тоже можно, но она рвется, а это прям о-о-о. Обрезаем по размеру, сколько нужно. Так, пленка рукавом. Сейчас мы ее разъединяем. То есть, у нее, знаете, у этой пленки очень разные размеры. И прям во всю стену она. Берем тоже самую штукатурку декоративную. Цвета, чуть темнее. Разводим водой пожиже. Наносим темными полосами, хаотичными. Мы выбрали движение диагональное. То есть, мы видим это с правого верхнего угла в нижний левый. И несколько вот таких вот. Жидко должно быть. Чтобы она потом растекалась хорошо под пленкой. Вот так это получается. То есть, у нас первый слой светлый. Второй слой, вот эти полосы, они из той же самой палитры, но темнее. И мы наносим вот такими вот диагональными рваными линиями. Ну, сколько? Два, три. Раза. Две, три полосы. Вот так видите, вот шлепками прямо, шлепками. И еще у нас на одну полосу вверху. Вот так. Начинаем приклеивать пленку. Просто прижимаем пленку к недосохшей штукатурке. И она сама начнет прилипать. Вот прилипает. То есть, наша цель сейчас ее приклеить. А потом мы уже будем ее разглаживать. Приклеили пленку. И разглаживаем ее с помощью кельмы или шпателя. Нам нужно вот эти вот кляксы растащить под пленкой. Цель под пленкой. Штукатурка декоративная выравнивается. То есть, мы разглаживаем пленку, выравнивая поверхность. И темные пятна плавно перетекать должны у нас. Светлые. Такими кляксами. Вот так. Вот так. Вот так. Вот посмотрите, наша цель под пленкой растянуть темные полосы плавно, чтобы они вмешивались в светлые, вот такими вот рваными всякими кляксами. И у нас должен получиться итоговый вид натурального, природного что ли. Ну то есть, они сами по себе должны плавно вмешиваться в светлые. И еще, чем плотнее пленка, тем легче будет вам работать. Чем плотнее, тем легче. Тоненькая пленка порвется, ну то есть, нельзя будет нажим какой-то, да, сильный. С нажимом нельзя будет, только легко-легко. Смотрите, пленку можно немножко отснять, и прижимаем ее, растягиваем. Наша цель, как можно ровнее распределить штукатурку под пленкой и получить вот эти вот кляксы. Распределяем с помощью шпателя. Все подручными средствами. Ну да, что есть. Даже совок подойдет. В общем, тут до фанатизма, можно сутки ее гонять. Да, то есть, все, ищем какой-то способ, чтобы было покрасивее, чтобы растащить вот такими вот линиями бы хотелось. Хотелось бы, хотелось бы побольше натурального. Не всегда получается, но мы стараемся. Стараемся, растягиваем. Вот так это происходит поближе, если. Можно в обе стороны работать. То есть, белый в темное сначала, а потом обратно. Наверное, мы это уже все заканчиваем. Оставим это на пару дней. Прям под пленкой. Через пару дней вернемся, снимем и продолжим, завершим нанесение. Наступил следующий день. Двое суток мы ждать не стали. Снимаем пленку. Аккуратненько. Нужно снять пленку. Получается гладкая поверхность. Вот такая. Местами, конечно, чуть-чуть отслоилось, но это не страшно, не критично. Снимаем аккуратненько, вот в таком же прямо направлении. Не сдергиваем, а именно ее как тянем. И теперь вот это оставим высохнуть полностью еще на сутки и продолжим. Доделаем, чтобы было интересно. Оставляем сохнуть. Еще у нас от пленочки такие зажимы остались местами, что я тоже считаю очень симпатичным. После полного высыхания декоративной штукатурки, вот она у нас, да, высохла. И мы на нее сверху, ну мы посмотрели, посмотрели и нам, как обычно, чего-то не хватает. Мы покрываем тонкий-тонкий слой венецианской штукатурки поверх, которая, ну то есть венецианская штукатурка что сделает? Она, во-первых, приглушит вот эти серые полосы, растушует их больше, то есть они будут как бы в глубине красивее смотреться, как под, ну под слоем, под этим белым симпатичнее будет, это во-первых, и во-вторых, будет более ровная поверхность, то есть какие-то мелкие дефекты и так далее. Вот это вот мы сейчас покроем. Так, я попробую, я внизу сейчас, да, снимаю, но я попробую вам увеличить. Вот у нас получились немного кратеры, вы их сейчас видите, да? Вот они, они тоже заполняются белым составом и такой натуральный вид будет. Ну, смотрите, у нас ведь эта стена лицевая, по сути, да, мы на ней, на ее фоне наносим покрытие. Именно на фоне этой стены у нас монтируется планшет, на котором и снимаются все остальные образцы, поэтому мы хотим, чтобы она была красивая и, может быть, мы измучаемся сейчас, но мы сделаем ее красивой. И вам покажем, как вы у себя можете тоже сделать и для коридора, и для ванной комнаты, и вот, ну, знаете, где угодно, где захочется, там и нанесете. Наносим тонкий слой полностью по всей поверхности стены. И прямо по сырому можно еще пробороздить с помощью ножичка или мастихина. Такие бороздочки, вот они, которые в дальнейшем заполнятся и будут, ну, такой эффект растрескивания натурального. Вот так. Ну, я уж как могу, извините, я не оператор. Ну, стоп. Вот такие мы бороздочки делаем. Это я вам близко-близко сейчас снимаю. Тонкий-тонкий слой на сдир. Чтобы серые полосы оставались все-таки видны. А чтобы заполнялись мелкие дефекты стены, какие-то мелкие царапинки, и вот такие вот заполнялись белым... Как это назвать-то? Кратеры? Каверны? Как это правильно-то? По-умному-то как назвать? Тоненький-тоненький слой по всей поверхности. И потом мы бороздим вот такие вот линии, плавно переходящие друг в друга, то есть идущие рядышком и пересекающиеся, процарапываем бороздочки, которые в дальнейшем заполнятся тоже декоративным покрытием. Вот мне кажется, сейчас уже она больше встает. Помните, у нас здесь от пленки оставалось замятие вот такое? Вот оно прям красиво, мне кажется, смотрится. Одно и то же движение мы выполняем. Покрываем тонкий-тонкий слой венецианской штукатурки и процарапываем, чем удобно, ножичком, мастихинчиком, шпателем. Вот такие бороздочки. Так, ну оставим Романа, пусть он наносит и подойдем уже, когда будет готова стена. Так, когда рядом кто-то над душой бормочет, это малоприятно. Кстати, если вы вдвоем декоративную штукатурку наносите, и вот наносите ее вдвоем, ладно? А не так, что один наносит, а второй вот так вот рядышком стоит и что-то там жужжит. Давайте уйдем, пусть он нанесет и потом мы вернемся. Готовая уже стена, нанесенная слоем. Ну, в смысле, готовая, не готовая, а просто ее нанесли тонким финишным слоем с помощью венецианки по нашей фактуре. И она уже такая очень даже, очень даже ничего. Но это не завершенный вариант. Не переключайтесь, она у нас высохнет и мы продолжим. А пока посмотрите. Ну, мне кажется, она красивая. Вот, вот хоть как. Хоть как. Но она красивая. Вот так. Значит, высохла у нас вот эта стена. Мы несколько дней около нее ходили-ходили, чего-то нам не хватает. Развели венецианочку жидко-жидко и заколировали ее вот в такой вот зелененький цвет. Ну, серо-зеленый такой цвет. Венецианочка белая и зеленая. И наносим максимально тонко. А еще я бы вам рекомендовала рядом держать воду, чтобы можно было сбрызнуть излишки и снять, смыть. То есть регулировать вот этот контраст зелени. Так, вот поближе смотрим. Что делает у нас зеленая венецианка? Ну, во-первых, она заполняет вот эти прорези прожилки. И получается, какие-то впадинки немножко заполняет. И придает, ну, вот как мне кажется, очень симпатичный натуральный вид. Мне вот, да, мне нравится вот этот именно образец, как он получается в итоге. Еще можно его сделать чуть светлее, конечно. Но вот где я его вижу? Я вижу этот образ в больших помещениях, в коридорах, в гостиных больших, да. В ванных комнатах я его вижу очень неплохо. Вот так можно сбрызгивать, если подсыхает, да, если трудненько. Потому что венецианка тонким слоем наносится нелегко. Она быстро высыхает. Так, Роман нам демонстрирует, как убрать края. Фу, края. Ну и края тоже. Ну что, все же поняли. Эти, наплыв это вот эти яркого цвета. Тряпочкой влажной он просто их растирает и все. И пошел дальше наносить. Ну, посмотрите, как вот. Ну, не знаю, мне вот нравится очень. Ну, неужели это... Ну, мне кажется, вот с плиткой, да. Все равно, вот как бы не спорили люди, но никак не сравнится. Это руками можно сделать. Это ручная работа. Какой керамогранит? Попробуй найти плиточник. Ой, не говори. Это больная тема, да. Вот там вот пишут, наверное, еще в комментариях. Знаете, у нас было видео недавно, можете пролеснуть, посмотреть. Называлось оно «Плитку в мусорку». И есть комментарии, где вот прямо люди... Ну, видно, что плиточники. Ну, вы извините, конечно, вас два человека, может, на всю Россию осталось. И это прям большая проблема найти плиточника. А здесь вот, своими руками можно сделать пошаговые инструкции, материалы подобрать. Ну, у нас их можно действительно подобрать. У нас. Мы все укомплектуем. Двухкомпонентный лак, венецианскую штукатурку, колер подобрать. Девочки-менеджеры у нас, ну, максимально обученные по товарам. То есть, рассчитать вот это все и выбрать все это помогут. Ну, а наносить в процессе мы сопровождаем, консультируем, насколько это необходимо. Вообще, все в видео максимально подробно стараемся показать, чтобы потом меньше было вопросов. Вот так. Наносим всю стену от угла до угла, регулируя яркость. Если вам нужно побледнее, берем, водичкой смачиваем и убираем излишки цвета. Ну, или можно сбрызнуть, да? Как можно яркость убрать, если нужно? Сбрызнуть водичкой. Вот. А, еще беленьким Роман делал. Смотрите, беленьким. Вот у нас же видели там, да, изначально был зеленый и белый цвет. И вот прямо по сырому зеленому можно придавать белым цветом дымку. То есть, приглушая зелень и создавая такой, как бы, дымку, такой туман. Разница, посмотрите, вглядитесь. Вот правая часть не покрытая белым и левая часть покрытая белым. 5D. 5D, да. Кстати, как вариант, венецианку зеленую можно валиком набрасывать на стену. Ну, то есть, накатывать как краску. И потом кельмой ее быстренько разгонять. Это для скорости, если... Беленьким. Придаем дымку. Так, давайте я поближе попробую вам это вот подснять. Вот так получается. Ну, не закончено еще, но все-таки это, мне кажется, прям такой шикардос. Шикардос, шикардос. И плитку в мусорку, да. Плитку в мусорку. Так, ну, это я издалека увеличила кадр. Вот так это выглядит издалека. Зелененького чуть-чуть добавляем. Беленького чуть-чуть контролируете яркость ваших будущих стен. Покрывать мы будем лаком глянцевым. Лак-калючидо, линейка, элета, гурадекор. И мы просто глянцевым лаком покроем. А если у вас будет ванная комната, то рекомендуется двухкомпонентный лак. Двухкомпонентный полиуретановый. И желательно, это должен быть глянцевый или полуматовый лак. От себя можем сказать, что это крепче. То есть глянцевый и полуматовый, они крепче. Прочнее, надежнее. Какое слово вам выгоднее слышать? Прочнее, надежнее, крепче. То есть он больше защищает. Он прям такой... Ну, не знаю, мне кажется, надо, наверное, сравнение по лакам уже записать. То есть показать, как они выглядят. Это разные лаки и показать их прочность. Сейчас мы просто глянцем лаком покрываем. Он выявляет рисунок. Рисунок становится более выраженный. Вот обратите внимание, справа не покрытая зона, а слева покрытая. Вот так будет выглядеть итоговый вариант. И он уже не поменяется. Кстати, можно вмешивать и другие цвета. Можно желтенького, синенького добавлять в процессе. Это уже ваша фантазия, пусть работает. Вот так выглядит издалека. И покрываем мы с помощью, например, телескопички. И валик можно... Ну, главное, ворс мелкий. А так валик можно размером побольше взять. Сейчас он у нас 150-й. Можно 180-200. По удобству смотрите. Телескопичка в виде деревянного черенка. Ну, кому что? Кому телескопичка, кому удочка, кому черенок. У кого что найдется под рукой. Посмотрите готовый вариант. Это финиш. Финишный вариант. Надеюсь, что вы оцените это творение. Спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok